Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Я начал замечать, как за последнее время начала деградировать со своим парнем. Ну, здесь хочется, наверное, сказать, что то, что вы начали замечать, это хорошо. Но момент заключается в том, что подходить к этому вопросу нужно с позиции личной ответственности. Вот. То есть начали деградировать вы. Вы начали деградировать вы. Понимаете? Ваш парень, он здесь может выступать, конечно же, триггером. Ваш парень может выступать здесь, конечно же, каким-то таким пусковым механизмом для этого. Но деградируете вы. И, соответственно, важно увидеть причины этой самой деградации. Во-первых, что мы понимаем по деградации? Как она влияет на качество вашей жизни? И влияет ли она на качество вашей жизни? И вследствие чего она стала возможной. То есть вследствие чего стало возможно то, что вы деградируете. Вот. Поэтому вот то, что вы просто берете и говорите, что, ну, я деградирую, да, это вот. Мало о чем говорить. Мы выпиваем, потом начинаем драться. Опять же. Кто мы? Кто мы? Если вы, есть ваш партнер и все. То есть, ну, вас ведь никто не заставляет напиваться и драться. А, коль, 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 ну, коль вы это делаете, то есть вот, выпиваете и деретесь и так далее, то значит что? Ну, значит, очевидно, что вы этого как-то хотите. Но вы хотите выпить, вы хотите драться и так далее. Я не говорю, что это плохо. Ну, однозначно. Я не утверждаю, что это однозначно плохо. Нет. Я говорю лишь только о том, что это ваша активность. Это то, что делаете вы. И вопрос заключается в том, как вы это делаете. Из чего вы это делаете. Благодаря чему вы это делаете. Ну, например, алкоголь это потребность в любви. Оральное поведение. Когда я пью, я стараюсь реализовать свою потребность в любви. Драка это про агрессию. По большому счёту. Это агрессия. Когда у меня накапливается, вот, ну, какое-то, допустим, недовольство. Да? Когда у меня накапливается, допустим, какая-то, ну, злость, например. Вот. У меня это копится. У меня это копится. Вот. И я начинаю драться. То есть это недовольство. Определённое недовольство. Серьёзное недовольство. С которым вы, судя по тому, что мы можем видеть, ничего не делать. Делать. То есть вы это недовольство испытываете. Да. Но вы с ним, судя по всему, никак не обращаетесь. Ну, вот. Со своим недовольством. То есть вы его зажимаете. Вы его до определённого момента подавляете. Вот. И оно выливается вот в такую агрессию. Я бы сказал. Ну, а как? Как это, как она может не выливаться в агрессию? Если, извините, ну, вот. Вам, грубо говоря, что-то не нравится. Если вас, грубо говоря, что-то не устраивает. Как это может не выливаться в агрессию? Ответ никак. Вопрос заключается в том, что именно вас не устраивает. Что именно вас напрягает. Что именно вызывает у вас недовольство. Что именно вам не нравится и... Как вы с этим обращаетесь? Замечаете ли вы это или нет? Дальше. Во время ссор и драк портятся вещи наши. Очень всё это сложно. Ну, я бы сказал, что понятно. Вещи становятся жертвой. Вот. Каких-то таких спорадичных действий. Вот. То есть на что, вот. Ну, на что направляются агрессии, да? На вещи. Друг на друга, на вещи. Вот. Это понятно. Но, когда вы говорите, что всё это сложно, для меня это выглядит как то, что вы не хотите с этим раздражаться. Вы не хотите в это погружаться. Вы не хотите... Может быть, даже признавать, что в этом есть ваша ответственность. Ну, вот. Что же в том, что происходит. Это не вина. Вас никто не обвиняет. Но есть ответственность. То есть это зависит об вас и происходит в том числе благодаря вам. Вот. И вот этот момент нужно обязательно иметь в виду. Без вас этого бы ничего не было бы. Так, обидно за новые вещи. Ну, здесь значение вещей давайте постараемся раскрыть. Уходить от него не хочу. Я его очень люблю. У меня толком никого нет. И ни подруг, ни друзей, ни работу. Ну, так это история про привязанность. Про привязанность больше. Это история. Это не история о том, что вы его любите. Точнее, вы не можете на данный момент наверняка знать. Любите вы его или нет. Потому что он у вас, по сути, получается, ну, чуть ли не единственный в окружении. Поэтому любить-то можно свободно. А вы-то, получается, не свободны. И, соответственно, мы здесь вряд ли можем говорить о том, что вы его стопроцентно любите. Какие-то чувства у вас, конечно, есть к нему. Это правда. Но что это за чувства? Очень большой вопрос. Какого рода эти чувства? Дальше. Так. Парень не работает. Я тоже живем отдельно с родителями. Возраст у нас не 21, ему 30. Теперь после этого Нового года стяжел с разбитым лицом. Настроения нет. Обидно за новые вещи. Асадок остался. После 100 с любимым человеком настроения нет. Очень грустно все это. Пытаюсь найти здесь хоть какую-то поддержку. Ну, поддержку в чем? Давайте вот так. В чем именно поддержку вы хотите найти? Вот. Вы говорите, что парень не работает вы тоже. То есть у вас, по сути, нет социальной активности никакой, да? Вот. Нет реализации. Ну, вот. Своей, ну, своей собственности. Ну, вот. И это то, наверное, на что бы я в первую очередь обратил бы ваше внимание. То есть как насчет вашей собственной реализации. С кем вы хотите быть, что вы хотите делать, чем вы хотите заниматься, где и как вы видите себя. Вот. То есть это вот, на мой взгляд, очень важный момент. В первую очередь. Это очень важный момент. Кем вы себя видите? Как вы себя видите? И так далее. Видите ли вы себя вообще, ну, как-то. То есть видите ли вы себя, ну, какой-то, какой вы себя видите? Вот. Вот. Это очень важно. Очень важный этот момент, на мой взгляд. Вот. Потому что если четкого представления о том, какая вы, у вас нет, то, естественно, вы будете находиться вот в этом состоянии. Потому что, опять же, вам это просто-напросто выгодно. Вот. То есть если не это, то что? Да, да. Дальше. Вы говорите, значит, живем отдельно с родителями. И как вы к этому относитесь? Теперь после этого встречу с разбитым лицом настроения нет. Обидно за новые вещи и остаток остался после ссор с любимым человеком. Ну, нужно смотреть, из-за чего ссоры. Вот. И, соответственно, решать этот вопрос. Потому что если вы не будете, например, участвовать в ссорах, ну, вы сами, если не будете участвовать в конфликтах, вот. То конфликтов, ну, и не будет, и не будет, соответственно. Вот. Поэтому тут такой момент, что, опять же, все находится в ваших руках, руках, вот. И все зависит от вас. Вот. Поэтому решайте, смотрите, думайте. Ну, можно. Поправить и все можно скорректировать. Вот. Вы говорите, что ищете здесь поддержки. Опять же, поддержка в чем? Какой поддержка? Что вы понимаете под поддержкой? Это тоже очень интересный момент. Вот. Что, по вашему мнению, вам может дать поддержка? Вы говорите, что вы не хотите от него уходить? Значит, ничего не изменится. Вот. Хотите ли вы меняться в таком случае с нами? На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. three полезные вещи. Москвы-плач. Если не делать, то столк тушенок, cubesowy. Они говорят, что они Cha sing.